Еще в начале прошлого века в небольшой кубанской станице Славинской стояли три храма. В годы советской власти два из них были разрушены. Сейчас пришло время восстанавливать утраченное. По всей стране идет строительство храмов и церквей. Не исключение и наш район. На территории муниципалитета завершается строительство храма в Коржевском сельском поселении. В Славинском районе на пожертвование прихожан и меценатов ведется строительство девяти храмов. Один из них – Свято-Тихоновский в хуторе Коржевском. Как рассказал настоятель храма отец Роман, с 2010 года они располагались в здании бывшей начальной школы. Но это создавало определенные неудобства. Под строительство нового храма администрации был выделен участок. Строительство началось с закладка камня 9 июля прошлого года, в 2015 году. Покойный наш благочин, отец Никита, он благословил эту стройку. По благословению архиереи нашего правящего, епископа Феогнусто. Была произведена закладка камня, здесь были только рвы. Вот 9 июля были выкопаны траншеи под фундамент. И была произведена закладка камня, такая специальная плита с надписью о строящемся храме. Был ослужен молебен в сопрожжении духовенства нашего благочиния во главе с отцом Никитой. И вот с 9 июля по сегодняшний день, не прошло еще года, храм у нас, можно сказать, практически готов, как видите. Сегодня уже сделана кровля, выполнены наружные работы. Строители готовы приступить к внутренней отделке. Серьезную помощь в завершении строительства Свято-Тихоновского храма оказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Иван Демченко, который постоянно уделяет внимание решению многих социальных вопросов на территории Славинского района, выполнению обращений и просьб жителей. В данном случае прихожан из хутора Коржевского. Храм строился на пожертвования наших жителей хутора с помощью сбора кружечного, интернет-сбора, как бы сейчас используются такие современные технологии. И при очень тесном взаимодействии с администрацией нашего хутора, глава нашей Людмила Николаевна Трегубова очень активно помогает нам, и всячески, как может, и техникой, и силами, и людьми в строительстве храма. И, как говорят, храм построен потом и кровью, слезами и молитвами наших прихожан. Действительно, что именно с общей молитвой храм начался строить, когда начали молиться. Благодаря поддержке Ивана Демченко были приобретены оконные блоки для установки в храме, а также необходимые материалы для внутренней отделки помещения. Всё это помогает существенно сократить сроки строительства храма. Первые службы в Свято-Тихоновском храме планируются начать в августе этого года. Очень важно для нового подрастающего поколения, для детей. Очень много батюшка кормляет молодое подрастающее поколение, то есть школьников. Ни один экзамен, госэкзамен, девятый класс экзамены не проходит без благословления батюшки. Дети сами бегут в храм, просят батюшку молебен отслужить, помощи у Бога просят. То есть дети уже знают, они вылетают из гнезда, из дому, и они уже знают, куда прийти им. Где бы они ни находились, они будут знать, что есть храм. Нужно обращаться к Богу. Появление нового храма в хуторе Коржевском станет ещё одним шагом к тому, чтобы традиции, заложенные веками назад, сохранялись и приумножались, чтобы люди могли прийти сюда и стать ближе к Богу. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok